Ну, в рамках воспоминаний о Николае Григорьевиче Лепко, вот, есть ли какие-то истории на памяти, которые, допустим, удалось поучаствовать в них, так сказать, прожить вместе с ним эти истории, которые бы, ну, отражали его, так сказать, мир человека, который был жутким трудоголиком. Вот, может быть, мы можем поделиться вот этой историей с нашими зрителями. Николай Григорьевич, он, конечно, очень, очень легко увлекался, чем бы то ни было, всегда любил во что-то, просто погружаться с головой, горящие глаза, вот у него такое все, любил где-то в технике какой-то покопаться, что-то такое помастерить, поизобретать, попридумывать. Причем в любых темах, ну, в частности, возвращались с аэропорта на, это самое, в Таганрог, заклинило суппорт на машине. Ну, вот, ну, сотрудник наш, Виталий Каменец, он сразу там раз, его машина, это прям его детище, он там над ней молится, он туда сразу это, значит, ага, заклинило, что-то надо придумывать, шеф посмотрел. Смотрел, ага, подвинул это, и кажется, да, я поковыряюсь. И у нас это самое, это задний план, он сам там что-то разбирал, собирал, прикручивал, весь вот это, ему, ему было интересно, он всегда очень любил вот эти вещи. Его пространственное мышление, технологический процесс, то, как он способен был что-то расставить, расположить, логично, чтобы все шло одно за другое, с минимальным расходованием места. То есть, ну, я не знаю, у кого как, у меня, допустим, принцип, ну, кровать, стол, тумбочка, мир, все, предел. Он же всегда умудрялся и в жилых зданиях, и в производственных поставить таким образом, ну, чего стоят даже его номера, вот, скажем так, жилые, которые, гостиницы, то есть, там, где тут тебе первый этаж, тут тебе шторка, тут тебе кухонька, тут лестничное пространство, там полочки, а второй этаж, там кровать, а тут внизу ванна, туалет, а там угол, где могут дети играться, что-то типа маленькой детской комнаты с окошками. Это все компактно, там, на каких-то 13,5-15 метрах, вот, это все очень, вот так вот, рациональное использование пространства. У него идеальное было вот пространственное мышление, он, мне порой было тяжело, вот он, по телефону общаемся, но вот представляешь, вот так, вот так, вот такой размер, тут три, тут это, вот оно вот так будет, вот это будет с этим сочленяться, вот так вот, на пальцах он это мог, он это видел, чувствовал, объясните, он размеры очень чувствовал, вот эти, он чувствовал сотки, он чувствовал, То есть, если мы обсуждали какие-то альтернативные иглы, он прям знал, какие размеры, какие расстояния, он ее видел, чувствовал всегда. Какие-то вот такие механизмы изделия, он обладал таким вот очень мощным, пространственным вот именно мышлением объема.